АПЛОДИСМЕНТЫ Как-то в один из августовских дней на Останкинской телебашне в 2000 году произошёл пожар. И несколько дней не работали телевизионные каналы. Во время обеденного перерыва, за чаем, у нас с коллегами зашёл разговор, а нельзя ли повесить ретрансляционный спутник над Москвой, который бы фактически заменял Останкинскую телебашню. Мы хорошо знаем геостационарные спутники, которые неподвижно висят над экватором, над определёнными точками на высоте 36 тысяч километров. Но, во-первых, Москва достаточно удалена от экватора. Во-вторых, все сектора геостационарной орбиты распределены между государствами. В-третьих, вывод на эту орбиту достаточно дорог, от 15 до 20 тысяч долларов за килограмм оборудования. В-четвёртых, на этих расстояниях уже сказывается физическая задержка сигнала во времени. Необходимо достаточно много энергии для того, чтобы передавать сигнал, и также большие габариты приёма передающей аппаратуры. Но все эти недостатки геостационарной орбиты перекрываются постоянством положения космического аппарата на небосводе, простотой ориентации на него наземного оборудования. Так возникает вопрос, а можно или нет повесить спутник над Москвой? Теория и практика говорят, что нет, но интуиция подсказывает, что решение где-то должно быть. В информатике ещё в 80-х годах появились персональные компьютеры. Объединённые в один кластер, они фактически выполняли функцию супер-ЭВМ. В космонавтике сейчас происходит тот же период, тот же этап миниатеризации. Нано- и микроспутники фактически замещают громадные многотонные спутники-одиночки. А что если взять и вместо одного геостационарного спутника запустить целую орбитальную группировку? И эта группировка, чтобы состояла из двух подсистем, и организовать это взаимодействие так, чтобы одна подсистема, это, допустим, динамическое тело, вращалась больше первой космической скорости, а вторая, это космические аппараты, вращалась как раз с геосинхронной скоростью. Мы написали систему уравнений. Оказалось, что да, действительно, можно получить эффект геосинхронности на низких орбитах. Причём с теми преимуществами низких орбит, как я уже перечислил, это малая энергетика сигнала, это достаточно короткая связь. И тогда у нас возникло такое конструктивное решение, которое мы назвали системой геосинхронных низкоорбитальных космических аппаратов, или сокращённо СГНК, и дали ему название РУСЬ. Механизм её разворачивания на орбите также достаточно прост. Одним ракетоносителем выносится целая группировка космических аппаратов. Они равномерно распределяются по орбите. Между ними, между космическими аппаратами, возникает взаимодействие, связанное с тем, что из космических аппаратов выдвигается динамическое тело из каждого, и входит в следующий космический аппарат. И таким образом получается, что вся эта конструкция представляется в единое целое, как космическое ожерелье. И вся эта система вращается с первой космической скоростью. Здесь пока никаких вопросов не возникает. Но затем происходит именно это взаимодействие между динамическим телом и космическими аппаратами. Когда динамическое тело ускоряется до 16 км в секунду, то при этом, соответственно, получив обратный импульс, космические аппараты тормозятся. И в данном случае при соответствующих массоскоростных соотношениях получается, что космические аппараты становятся геосинхронными относительно вращения Земли. То есть фактически мы получаем эффект геосинхронности на низких орбитах со всеми преимуществами именно низких орбит. Если космическое тело, космический аппарат, неподвижно висит над подверженностью Земли, то тогда, естественно, возникает такое желание связать его космическим тросом, который будет выполнять функции космического лифта. И здесь возникают широкие перспективы вот этого направления. Но самое главное, что вот уже на этом первом этапе мы фактически решили задачу. Задачу постоянного положения космического аппарата над фактически... Там много достаточно возможных орбит, как экваториальные, так и полярные орбиты. То есть фактически решили вот эту задачу, которую мы поставили с собой во время чайного перерыва, что повесить космический аппарат над Москвой. То есть это фактически оказалось возможным, причем на низких орбитах. Но геосинхронность открывает еще следующие перспективы. Потому что благодаря космическому лифту можно поднимать на космические высоты грузы не за счет реактивных движетельных на химическом топливе, а просто за счет электрической энергии, которой будет снабжаться космический лифт с энергостанции Земли. В качестве примера можно сравнить, допустим, наш лучший ракетоноситель энергия. Энергия может доставить на Луну только примерно менее полупроцента от своего начального стартового веса в 2,5 тысячи тонн. При этом, как я уже сказал, будет сожжено порядка нескольких тысяч тонн кислорода в атмосфере Земли. А здесь, для того, чтобы поднять 1 килограмм массы на космическую высоту с помощью космического лифта, необходимо затратить всего 1 киловатт час энергии. Чтобы разогнать этот полезный груз до космических скоростей, необходимо затратить еще 10 киловатт часов электроэнергии. То есть фактически за 11 киловатт часов, что по сумме, что по стоимости существенно меньше, чем 1 доллар, можно осуществить перенос этого килограмма массы на Луну. А теперь представьте, что на Луне у нас ее встречает такая же геосинхронная система, которая при встрече этого космического аппарата рекуперирует вот эту кинетическую энергию в СГНК вот этой системы, лунной системы. Затем, после необходимых операций, когда будет старт опять этого космического аппарата к Земле, то эта накопленная энергия будет преобразована в кинетическую, и динамическое тело разгонит космический аппарат по направлению Земли. И затем эта энергия будет передана, опять возвращена в геосинхронную систему, в СГНК Земли. То есть фактически получается, что таким образом с помощью вот этих систем, геосинхронных низкоорбитальных систем, можно организовать полеты, межпланетные полеты фактически без затраты энергии. Причем самое интересное то, что здесь, ведь у нас, когда, допустим, во время межпланетного полета, часть на первом участке, стартовом участке, космический корабль разгоняется и тратит фактически топливо. Затем на втором участке он тормозит с тем топливом, которое он вез. Здесь же за счет того, что мы передаем только полезный груз, получается, что межпланетные корабли могут разгоняться до очень безумных скоростей, до 20-50 км в секунду. Это как раз такая система, очень перспективна на примере того, что сейчас планируется создание постоянных баз как на Луне, а в недалеком будущем и на Марсе. И планируются масштабные перевозки людей, оборудования и других полезных грузов с поверхности Земли и на эти планеты. То для решения этой задачи эта геосинкронная система как раз очень подходит. Технологии непрерывно у нас развиваются. В ближайшие десятилетия разрабатываемые нановолокна, которые происходят сейчас испытания в лабораториях, достигнут длин, необходимых для организации динамического тела. С другой, еще развитие высокотемпературной сверхпроводимости, допустим, до уровня жидкого азота, позволит организовать на практике рекуперацию кинетической энергии космических кораблей, которые возвращаются и которые стартуют с геосинкронной низкорбитальной системы. И когда вот эти разработки будут реализованы, то есть будет высокотемпературная сверхпроводимость и наноуглеродные волокна сформированы длины до нескольких сотен и тысяч километров, то тогда фактически можно будет на практике реализовать вот эту геосинкронную низкорбитальную систему. А ее практическое использование откроет второе дыхание в решении многих космических проблем. Это низкорбитальный космический лифт, о котором я уже говорил. Это межпланетные транспортные сообщения без энергетических затрат. И самое главное, что это создаст условия для международной консолидации по мирному освоению космоса в области связи, астероидной защиты, мониторинга поверхности планет, очистки от космического мусора. Причем решение этих задач будет характеризоваться как высокой эффективностью, так и высокой экономичностью. Проведенные расчеты и оценки подтверждают реализуемость инженерного проекта СГНК. Вот перед вами развернута картина из будущего. Это здесь показаны уже запущенные несколько орбитальных систем СГНК. Вот видны космические лифты, на которых поднимаются грузы. Затем они собираются в межпланетные космические корабли, и за счет динамического тела в дискретном виде они разгоняются до больших скоростей. Межпланетный корабль составляет из себя только кабину с полезным грузом. Либо это жизнеобеспечение космонавта, либо какое-то оборудование. То есть нет необходимости ввести никакое топливо. То получается, что можно достигать больших скоростей без фактических затрат энергии, которые потом возвращаются, рекуперируются в геосинхронную низкоорбитальную систему, появляется возможность достигать больших скоростей до 50 км в секунду. И поэтому, допустим, в период противостояния между Землей и Марсом, которое происходит раз в два года, и расстояние в 60 миллионов километров, такой космический аппарат, запущенный с Земли с помощью СГНК, может достичь в течение двух недель поверхности Марса. И он будет там воспринят, энергия будет рекуперирована в геосинхронную низкоорбитальную систему уже Марса. Затем путешественник, побыв недельку на Марсе, полюбовавшись марсианскими пейзажами, в течение двух недель опять может вернуться на Землю. То есть весь полет будет составлять чуть больше месяца. То есть фактически становится реальная возможность в отпуск слетать на Марс. Ну вот еще я в заключении хотел сказать, что вот на современном этапе развитие космонавтики необходимо не только для поднятия престижа той или иной страны, оно также является экономически выгодным вложением средств, не говоря уже о том, что это системообразнующее направление подготавливает и подтягивает за собой все остальные области науки и отрасли производства. Без освоения ближнего космоса любая держава не может считаться полноценной, особенно в современную эпоху глобализации. Итак, резюмирую свое выступление. На базе системы геосинхронных низкоорбитальных космических аппаратов может быть осуществлена полная электрификация космической отрасли, что открывает стратегические горизонты развития космонавтики, космонавтики 21 века. Спасибо за внимание и извините за ссору.